всем привет сегодня я расскажу о своих мини мясных белых курочках порода в 66 это уже второе поколение которое у меня растет весной в этом году я покупал яйца сергиевым посадим в генофонде затем у меня курочки выросли начали нестись я собрал яйца и в инкубаторе вывел их выводятся они достаточно хорошо процент выводимости в районе 85 процентов им ровно месяц и я хотел провести контрольное взвешивание у меня есть таблица в которой обозначен вес который они должны иметь в один месяц то есть четыре недели так давайте вас взвешу и пи ой посадил их в таз чтоб они не разбегались так не психуем становимся на весы и давай смотреть сколько мы весим 497 497 грамма так уходи следующего давай возьмем сейчас вы мне всю ванну здесь загадите пойдем 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 вставай ты отойди не мешайся ты сколько так не хочешь стоять да давай поставим спокойно 602 большой петушок ты сколько весишь тебя будем завершивать вставай так не уходим стоим 558 прекрасно вставай ты теперь 475 молодцы тяжелые тяжелые ребятки а это у меня помесь а вот какая точно не скажу точно петух был адлерский серебристый а цыпленок родился наверное у курицы ну не знаю может доминанта курица была давай взвесимся тоже пойдем эти будут полегче все таки это не мясная порода хотя хорошо 460 давай почешу шейку как вы любите вот так куда мини мясные цыплята очень хороши и удобны выращивание по одной простой причине кушают они совсем мало даже взрослые курицы при этом вырастают они примерно до трех килограмм хорошо несутся примерно 170 яиц в год вес яйца около 60 грамм кроме того хороши эти птицы тем что они не требуют вливания свежей крови размножаются сами в себе эти цыплята у меня пойдут на забой когда подрастут про этого я подумаю но это петушок нами тоже будет на забой это да 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 не нервничай сейчас мы питаемся пока шестым пока живем дома брудере но их немного их всего 8 цыплят 4 мини мясных и 4 вот таких вот потом переедем в сарай и будем жить уже в сарае с отоплением у меня сейчас живут больших кур 10 штук и едва петуха кстати они очень хорошо уживаются вместе я имею ввиду петухов не дерутся не обижают друг друга кур им хватает яйца несут хорошие крупные пока мы их кушаем с февраля я начинаю принимать заказы либо на продажу яйца либо на инкубацию цыплят кто заинтересован можете в личку написать обо всем договоримся мясо умение мясных очень вкусные нежная с прослойками жира поэтому при запекании и приготовления она очень сочная птичку можно выращивать в клетках ой скажи вышли первый раз на пол до страшно в рудеры сидим на решетке на сетке вернее а здесь пол прямой они очень красивые когда вырастают они похожи на колобков у них маленькие ножки и пухленькие тельца если их всех выпускаешь побегать на улицу они как колобки перекатываются у некоторых встречаются кривые пальчики если вы посмотрите на ногах это не считается патологией как написано вернее как говорит нам генофонд сергиев посад не смотрите что они такие немного ободраны и мы сейчас активно линяем меняем на к перья страшные пушистые на красивые перышки а этот смотрите как поставил на вес и так и стоит клювики у них классные полюте получились черненькие все четыре цыпленка одинаковой расцветки с черными клювами еще раз напомню сейчас идет активная запись на февраль на яйцо встретимся с вами еще через месяц проведем еще раз контрольное взвешивание мини мясных также я встрою видео таблицу по которой можно посмотреть в каком возрасте сколько цыплята должны весить характер у них замечательный но сейчас это не играются так они когда взрослые они не дерутся не гоняют друг друга особо не шумят хотя петухи кричат очень громко так басиста особо огород не копают еще бы яиц если бы побольше как не сушки вообще была красота цены бы им не было но вот эти точно два петуха скачут вот этот это это курица этот непонятно нам тоже курица короче получается как я понял две курицы и два петуха ну или это три петуха одна курица через месяц будет точно ясно кто есть кто курочку принципе можно на размножение оставить а петушков супчик а также можно их прекрасно запекать в духовке из вывода выжили практически все на самом деле я вру не выжил один цыпленок но он изначально плохо выходил из яйца потом все таки я его выковырял как бы он жил но у него были проблемы с ногами я уже в одном из видео говорил вертолетики эти были у него пытался его отпоить витаминами не помогло в итоге цыпленок умер ну на этой печальной ноте я говорю вам до свидания совсем скоро будет видео про то как вылечить синусит у индюшек это очень серьезная проблема может привести к смерти но я на своем опыте убедился что вылечить такое заболевание очень просто всем спасибо за просмотр пока пока